Фанатики с Волги На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого-то она не смогла отказаться. Итак, с вами снова канал ГРАЦ, на связи это Метро Эксодус, уже 21 выпуск по этой игре. Возвращаясь к словам Артема, к сожалению, чудои сейчас существовали всегда, и не важно, в мирное ли время война не имеет значения, к сожалению, да. Ну а какое предложение Степан сделал Кате, это, я думаю, в принципе, понятно. Ну и в принципе, понятно, почему она не смогла отказаться. Ну ничего не прошло, Ань. Не хочу вас обвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку, там стол почти на крыше. Да, сейчас придем. Одну минуту, Степа, мы скоро будем. Ну что, Тема, пойдем? Или побудем еще? Да ладно, давай посидим, может быть, ты мне что интересного расскажешь, я не знаю, там, о своих мыслях, мечтах. Знаешь, Артем, я вот смотрю на Степу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было, плохо было. Я тебе рассказывала, отчего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. Отпускаю. Ян могла себе представить, потому что верила ей, верила, что поедем. А потом она с собой покончила, дрянью какой-то отравилась. Охренеть. После маминой смерти отец пить бросил. Раньше еще бы. Внимание особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили, только пару раз и все. У меня кукла была, Жанна. Я с ней играла, будто она моя дочка, и мы поехали на океан. Потом отец спрятал ее куда-то. Сказал, что потерялась. Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой учила. И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала. А теперь и я еду. Пусть и не во Владивосток, зато с тобой мечтой. Ну, кто знает, может быть, мы до Владивостока доберемся. О чем папа мечтает? Он же должен уметь мечтать. Он военный. Вратве он о чем-то мечтает? Так он сам себе мог любые навесить. Нет, я думаю, что он просто живет с сегодняшним днем. Что ему больше делать? Под землей сидеть? Не думая о будущем. Хотя не знаю. Не могу сказать. Лично про мельника не могу ничего сказать. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. Ты бы не курила, Ань. А тут, наверху, другого тела. А то этот твой кашель, мне кажется, до добра не доведет. Я вообще не знаю, чего он. Ноги в песок зарыть. Строить из него крепости для малышей. Я себе двоих представляю. Девочку и мальчика. Мальчик на тебя похож. Потом бежим купаться. Вода теплая. За спиной горы. Домики деревянные на берегу. Солнце нас будит каждый день. Поднимается огромное. Прямо из воды. И бухта эта. Наш с тобой пункт назначения. Туда стоило бы через полмира ехать. У каждого должен быть пункт назначения. Своя точка на карте. Куда он рвется. И где может, наконец, успокоиться. У всех наших свой. Вот подняли колпак. Выпустили нас из метро. И мы разбегаемся. Но не сразу. Сначала по инерции еще вместе бежим. Бежим. Туда ткнемся. Сюда. Но каждый свою точку найдет. И там останется. Не знаю, где такая точка для моего отца Артема. И не знаю, где для тебя. Но я тебя очень люблю. Очень-очень. Ну, для Артема, я думаю, наверное, там, где можно жить без радиации и мутантов. Он же этого хочет. Пригодное для жизни место. Это он ищет. Да и, скорее всего, он хочет, неважно где, лишь бы с Аней. Я так думаю. Ну, по игре, по крайней мере, так. По книге совсем иначе. По книге у него просто зациклился на мысли о том, что надо выйти из метро всем. Неважно, хотят этого люди или нет. А здесь иначе. Здесь он как-то думает о Ане скорее больше, чем даже о себе. То есть, куда хочет Аня, туда и он. Захочет она во Владивосток. А значит, они поедут во Владивосток, если там можно жить. Там нет радиации, нет мутантов и нет чудовищ, которых, как выражается, Артем породила сама война. Ладно, вы хорошо танцевать, а пройти хочу не сесть. Не даю. Я застрял просто и все. Вот, теперь дали возможность не сесть. Празднуем свадьбу, да? Их удивительный танец. Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и четыре тысячи километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных, мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Да ладно. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место длино от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Хм, ну да. Где меньше людей, там меньше чудовищ. Мы так выпьем же за это, да? Так давайте. Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, курица. Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. Я беру тебя в законные супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня клянусь любить тебя в горе и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! 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 Аня, что в тобой? Кровь. Твою мать. На такой счастливой ноте. Да. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямонтао, когда меня наверх утащили, тот упырь врач сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъела. Да как ты можешь верить этой твари? Мы же из пустыни только. Да ладно, Мельник, тебе бы сейчас лучше помолчать. В принципе, это логично, что так все получилось. На пару слов. Конечно, доверять тому врачу, это гиблое дело, да, его словам. Но это действительно объясняет ее постоянный кашель. После того момента, кстати, это не тогда, когда они приехали на Каспий, пустыни, песок. Это все нет. Она начала кашлять еще раньше, я это заметила. И да, все обернулось очень плохо. Ох, Катя, золотой ты человек. Я выражаюсь твоей стойкостью. Ну да вот же. Песок, нет, она такого быть не может, конечно, чтобы такой кашель и кровь. У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю маминой записи и найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. В Новосибирске, прекрасно. Дорога не близкая, да? Да, конечно, хоть на край света. Ну, я уверена, что там не все нормально. Не может быть, ладно, все так просто. Конечно, Катиной выдержки, да, я поражаюсь. Но, в принципе, это логично, что она просто успокаивает. Ей надо осмотреть пациента. А потом уже паниковать. Хотя она, скорее всего, будет паниковать в саму последнюю очередь, потому что она вроде как здесь выступает вроде доктора на Авроре. Ладно, да, на этой грустной ноте, я думаю, что логично будет закончить эту серию, так как мы отправляемся в долину и посмотрим, что нас ждет там. Всем спасибо и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!